16 июля транспортный мир облетело известие, что уральские локомотивы намерены вновь принять участие в конкурсе на поставку подвижного состава для МЦД, на этот раз для третьего диаметра между Крюково и Раменским. Это известие немедленно вызвало приступы фанатской радости у той части транспортных фанатов, что топят за ласточки. Но от фанатских иллюзий и беспочвенных упований отдельной части фанатского сообщества на грядущий тендер перейдем к реальности. Начнем с того аспекта, что тендер как таковой явление, задуманное для создания хотя бы видимости ограничения монополии в тех или иных отраслях. Совершенно не работает в транспортной сфере. Перевозчики, что частные, что государственные, плевали на всю эту конкурсную чепуху. Тут стоит сделать ремарку. Частные перевозчики вообще не обязаны проводить конкурсы, за исключением случаев закупки на государственные средства. Все дело в том, что любому перевозчику до лампочки вопрос конкуренции. Она ему нужна, как мартышке пятая нога. Зато перевозчику крайне важно единообразие всего подвижного состава. Отсутствие, как говорят на транспорте, зоопарка. А важно это потому, что обеспечить эффективный ремонт и обслуживание подвижного состава, а вместе с этим и эффективность перевозок, можно только в том случае, когда весь подвижной состав в принципе одинаков. Имеет одинаковые запчасти, одинаковые устройства и одинаковый график ремонтов и обслуживания. По этой причине каждый частный перевозчик и без всяких конкурсов закупает продукцию у одного и того же производителя. А государственным и муниципальным перевозчикам приходится идти на хитрость с манипулированием условиями конкурсной документации таким образом, чтобы с одной стороны по конкурсу не прошел никто, кроме производителя, предлагающего нужную модель, а с другой стороны федеральная антимонопольная служба не смогла придраться. В редких случаях, когда у перевозчика есть надежная защита, конкурсная документация пишется строго под тактико-технические характеристики конкретной модели. Пример слепого следования закону тоже имеется. Единственный город в стране, по крайней мере из крупных, что всецело соблюдает федеральный закон о проведении тендеров, это Петербург. В результате местный гороэлектротранспорт имеет на балансе такой сумасшедший зоопарк из разномастного подвижного состава, что сегодня испытывает большие проблемы с обслуживанием. Следующий аспект. Многие из фанатов начали кивать на то, что один из радиусов будущего третьего диаметра проходит по Октябрьской железной дороге, Ленинградское направление. И якобы потому, что это как бы вотчина МТППК, то вопрос появления ласточек на третьем диаметре вопрос уже решенный. На самом деле это не так. Дело в том, что МТППК только лишь перевозчик на пригородных маршрутах Ленинградского направления и к проекту МЦД не имеет никакого отношения, а следственно и не имеет отношения к подвижному составу будущего диаметра. Операторам и перевозчикам всего проекта московских центральных диаметров единолично является центральная пассажирская пригородная компания, ЦППК. И единственная связь между двумя операторами на этом участке будет только в том, что обоим операторам придется там соседствовать. Впрочем, с учетом того, что Ленинградское направление уже по количеству путей, их там четыре, соответствует стандартам МЦД, то разделить работу обоих операторов по этим путям особой проблемы не составит. Работать это будет так же, как разделение пригородного и городского движения на всех остальных диаметрах по мере появления дополнительных путей. Пускать на полигон МЦД что-то отличное от Иволк не самым лучшим образом скажется на графике движения. У Иволк и Ласточек есть принципиальные различия в характеристиках разгона и торможения. Если у Иволк этот показатель равен 0,9 метров в секунду, что в целом ближе к характеристикам вагонов метро и позволяет держать достаточно высокую маршрутную скорость движения с частыми торможениями и разгонами при небольших интервалах, то у Ласточек этот показатель равен 0,63 метра в секунду, что аналогично с самым обыкновенным пригородным электропоездам, чем собственно Ласточка и является. Наглядный пример с использованием Ласточек в качестве городской электрички на МЦК уже есть. Поначалу конские интервалы между поездами позволяли держать высокую скорость маршрутного движения и нивелировать этим, а также общим временем движения по кольцу негативный фактор вялого разгона и торможения. По мере сокращения интервалов вышеозвученный фактор нивелировать уже не удалось. В результате мы получили тянутый график движения, вылившийся в длительной выдержке по остановочным пунктам, снизившийся скоростью маршрутного движения и значительно увеличившимся временем движения по всему кольцу. Относительно скоростная магистраль превратилась в вялотекущую транспортную связку для тех, кто живет или работает в зоне притяжения остановок МЦК. А вот как скоростной пересадочный контур МЦК свое значение уже утратила. Зачем в это при нулевых шансах опять полезли уральские локомотивы с ласточкой? Да еще и с заведомо непроходной модификации S2GP. Ответ лежит на поверхности. Это всего лишь очередной информационный повод засветиться в новостных лентах для уральских локомотивов и всего холдинга Синара. Каких-либо перспектив, кроме закупок структурами РЖД у ласточек нет, равно как и полностью отсутствует у них экспортный потенциал. На железнодорожном полигоне СНГ и Балтии на них ни у кого или нет денег, или нет в них необходимости. А если потребуется все же что-то такое купить, то скорее закупят составы у Сименс, Штадлер или у того же Трансмашхолдинга, имеющего немалое влияние на просторах бывшего союза. О поставках страны ЕС речи вообще быть не может. Там безраздельно правят Сименс, Альстом, Штадлер и Бомбардье. Поэтому обсуждать появление ласточек на МЦД в целом пустая трата времени. Все это не более чем информационный повод, который используется уральскими локомотивами для своего пиар. Так как помимо ласточек, это предприятие производит большое количество электровозов, которые и являются его основной продукцией, имеющей спрос не только у РЖД.